опять такие у нас уличные музыканты чудные похоже что приезжие такого цвета розового двухэтажного автобуса я еще не видела привет друзья вот сижу это я сейчас разбираю свои видео смотрю читаю вашу почту смотрю тут какие квартиры я себе наснимала что где как короче все сортирую и вы знаете у меня так вот как бы фоном работает как обычно youtube и вдруг вот ни с того ни сего вы не поверите мне включается вот это вот запись жалко королевство маловато разгуляться мне негде сказала я вслед за фаиной раневской я обожаю друзья вы знаете это просто мой день был сделан я была просто счастлива хохотала наверное минут пять какая удачная для меня заставка их жалко королевство маловато разгуляться мне негде так что беру 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 на заметку себе обязательно что еще вы понимаете что получается получается что высшие силы они следят за каждым нашим шагом вот у меня много много раз такое было стоит только о чем-то подумать и вот она тут стоит только что-то вспомнить и вот она тут у меня даже бывает что я вот пишу какое-то слово и тут же я слышу его произносят по радио это просто немыслимо друзья это значит мы идем в ногу со временем ну хорошо это такая небольшая опять у меня вступительная для вас история предисловия как обычно а я сегодня что хочу вам показать своем видео продолжаю показывать город портсмут и я хочу сегодня показать вам шикарную набережную которая здесь тоже существует с другой стороны пролива солонт и также маленький кусочек городского пляжа ну думаю что я еще сегодня покажу вам парочку квартир которые я посмотрела также квартир у меня в общем-то целая туча буду постепенно вам их все показывать ой бегу-бегу посмотрите посмотрите скорее это же британи фэри помните тот паром в котором я отправлялась во францию на котором мы ездили с подругой опять видео всплывет вам в правом верхнем углу кто хочет посмотреть мой бома яш ту франц и посмотрите вот пожалуйста опять этот хувер крафт наш судно на воздушной подушке она заполнилась пассажирами и поехала туда на остров white напротив видно земля видите вон там вдалеке на горизонте это вот так виднеется остров white он отсюда смотрится пустынно такое впечатление что остров просто заброшен и никого там нет ну и также я рада вам представить центральный пляж города портсмут это не самый главный пляж просто тут в центре как раз на пирсе там где все пришвартовываются вот эти вот наши паромы с острова white и здесь такой кусочек этого свободного пляжа ну сегодня хотя и у нас не выходной день людей довольно много конечно на этом пляже а я еще что хочу вам показать я все таки хочу вам показать шикарную набережную которая недавно была построена здесь в портсмуте вот сейчас я выхожу с этого пляжа смотрим мы вокруг сейчас поближе подойду покажу вам вот этот якорь вот он видите ржавый настоящий огромный с какого-то корабля на котором любят чайки сидеть ну и конечно же символизирует город порт в портсмуте ну и сейчас у меня есть время друзья я пройдусь с вами туда дальше дальше я смотрю там несколько красивых колонн огромных и тянется вот это набережная центральная набережная esplanade так называется у них здесь вот одна колонна какая-то странная непонятная с одной стороны на ней написано пекин chinese а с другой стороны написано индия калькутта я в недоумении стала спрашивать видите сидят здесь англичане отдыхают местные стала спрашивать а почему написано с одной стороны пекин а с другой стороны калькутта они вскочили вы представляете вскочили бросили кушать свое мороженое стали смотреть читать они даже не видели что написано там у них над головой стали удивляться почему действительно написано китай ничего не поймем стали между собой советоваться я спрашиваю так а вы приезжие нет мы живем здесь портсмуте уже 20 лет вот понимаете как интересно живут люди всю свою жизнь сознательную большом городе гуляют по набережной вот сидят отдыхают под этим памятником стеллой они даже не представляют что это спрашивать бесполезно вот посмотрите как красиво смотрится это набережная да и вот опять мы подходим еще один памятник но этот памятник так я понимаю опять героя каких-то воин гражданских воин 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 с французами первая и вторая мировая война все это здесь по моему так спрашивать бесполезно что там написано я не заметила ну и показываю вам опять вот этот вот тянется такой здесь пляж друзья пляж опять мелкая галька вы знаете интересно то что здесь вода практически так сильно не уходит как у нас на острове вот я посмотрела потому что здесь глубина здесь подходят все суда и берег специально углублен и такого сильного отлива прилива здесь не чувствуется еще что меня удивило на этой набережной то что вот с левой с правой стороны вы видите у нас пляж тянется а с левой стороны вот дорожка велосипедная огромная видите сколько велосипедистов тут катается бегуны бегают типа трека может быть даже вот здесь парковка вроде видите парковка машин но машин нет может быть потому что вообще сейчас закрыли для парковки я не знаю и огромное огромное дальше поле люди отдыхают это такая травка там газон отдыхают люди приезжают как бы на пикник получается всей семьей и там обедают на травке развалившись наверное вы тоже часто видели такое англичане любят фильмах это показывать в своих как они с корзинками приходят на пикник и раскладывают на каком-то клечи там шведском пледе свои пожитки вот так сказать что вот это набережная очень мне понравилось например приехать сюда там да даже в принципе и пешком пройти 15 минут от центра до и пожалуйста вы можете ездить на велосипеде можете пробежечку себе устроить можете посидеть здесь на поляне пообедать посидеть целый день побегать по травке а можете искупаться на прекрасном пляже с хорошей чистой водой мне нравится что-то как-то я думала что этот город портсмут он наверное какой-то скучный неинтересный но вот даже вот эта набережная она меня это уже вдохновила везде можно найти хорошие места понимаете то есть как-то сразу думаешь о том что вот купить велосипед хороший приходить сюда заниматься спортом кататься купаться загорать и дышать свежим воздухом точно так же на побережье на квартира сейчас вашему вниманию недалеко от того дома который я вам показывала просевший убитый весь двухэтажный который когда-то наверное больше года назад продавался по моему там была цена выставлена 80 что-то так и он разбитый треснутый просевший его потом купили за какую сумму купили не спрашивайте потому что я не знаю но это все тут не падаю да вот он вот он кстати этот дом видите окна поменяли входную дверь заменили красиво все наверху повесили шторки новые не буду долго показывать может быть там уже кто-то живет а конечно квартира была убитая но и 80 тысяч за трехкомнатную это semi-detach house если я так понимаю свободное владение и конечно же вы за такие деньги как вы понимаете уже теперь когда вы смотрите много каких моих посмотрели видео вот я по моему пришла они от 6 а вот этот вот дом 62 на углу здесь я смотрела он продавался когда я искала свою квартиру когда я переезжала после смерти мужа из бангала вы же знаете это было не так давно всего 4 года назад я тогда тоже бегала но вот кто-то мне сказал что квартиру обычно течение полугода можно найти но у меня вот как-то получается гораздо раньше я помню прекрасно как я переезжала из архангельска я приехала я думала что но пока тут у сестры поживу я приехала на юг решила покупать квартиру подумала я поживу у сестры я в принципе ну свободно как ветер ну вот квартира и ждет меня сейчас посмотрим агент уже общий вход и когда мы к видео и опять что подъем опять вот видите разговариваю с ним мне что-то говорит и я с ним продолжаю говорить по-русски это очень сложно тоже опять третий этаж поднимаемся сейчас покажу квартирку на каждом этаже вот понимаете как интересно у них третий четвертый этаж никогда не бывает в доме лифтов вообще никогда не предусмотрено какое тут отдышка тут вообще изойдешь в общем с горем пополам скарабкались мы на третий этаж опять ё-моё заходим в квартиру квартира три спальни и большая гостиная сейчас все будем смотреть вот одна спаленка такая здесь сейчас здесь делают ремонт они меняют как мне сказал риэлтор меняют ковровое покрытие ну и красят стены как у них называется ready decorate вот это большая гостиная центральное отопление мы видим уже хорошо вот такая большая площадь два окна стой с той стороны здесь малюсенькое окошко на кухню это вы знаете было модно у англичан вот это окошко я имею ввиду когда-то в 50-е годы было очень популярно но вот он мне показывает очень много вот таких вот кладовочек маленьких у них это тоже интересно посмотрите какой вид из окна боже мой вид на пролив шикарный вид да грандиозный конечно но жаль опять вот центральная дорога шум будет если откроешь окно идем дальше смотрим кухня на кухне все остается то что здесь уже есть он говорить что там еще маленькая кладовочка батареи видите ржавая но обещают что их покрасит владелец нынешний вот бойлер мы видим на стенке осталось электроплита стиралку забрали в общем все что здесь на кухне есть все это остается когда покупаем площадь а еще одна еще одна кладовочка вот это вот любители они этих кладовочек здесь в этой квартире огромное количество кладовочек вот этих и коридоров вот по мне так знаете все эти перегородки разломать сделать смотрите вот какой-то длинный коридор и вот они любители площадь своей квартиры разделять на клетушечки а почему так происходит потому что в англии они не знают что такое квадратные метры если у кого-нибудь спросите а сколько квадратных метров эта квартира они выпучат на вас глаза они знают только так one bedroom flat to bedroom free bedroom то есть одна спальня 2 спальни 3 спальни 4 5 и от этого зависит цена квартиры так показываю туалет вам странное дело туалет раздельный первый я вижу туалет и ванная раздельно как обычно у нас в россии ну кстати здесь отремонтирована все неплохо и смотрим опять обогреватель это дурацкий ну что ж такое и вот это вот малюсенькая последняя третья спаленка самая малюсенькая наверное она где-то 6 7 квадратных метров и квартира это стоит сто двадцать шесть тысяч фунтов точно так же лис холд точно так же сто двадцать пять лет как и в моей квартире вообще с ценой этой квартиры получилось очень странно потому что они сначала выставили ее за сто пятнадцать а потом взялись ремонтировать взялись там все красить менять ковролин и подняли до ста двадцати шести не знаю почему но вот когда мне ее предложили она была сто пятнадцать за неделю цена изменилась вот и поэтому я пошла ее конечно посмотреть и вам показать но понятно что у меня таких денег нет даже если я захотела но я почему смотрю опять же много спален вы же уже наверное понимаете да если если оставаться здесь на острове то покупать как можно больше спален раздельных спален и потом их сдавать в аренду и жить на это как то возможно наверное получится существовать но не для меня этот вариант хотя в принципе если ее отремонтируют нормально то квартира может быть даже была бы и неплохая но мне ее уже не купить по завышенной цене я пошла посмотреть во первых потому что она практически рядом находится здесь с моей квартирой видите вы может быть даже уже тоже ориентируетесь что это мой вот этот вот красивящий холм на котором я живу и откуда все видно мы находимся на острове white в райде может быть я вас уже запутала поэтому еще раз повторяю что я вам стала показывать немножко набережную портсмус ну и потом вернулась к квартире которую смотрела в райде сегодня у меня для вас только одна квартира завтра я еду смотреть еще две квартиры на нашем острове пока я никуда больше не поеду сижу жду ну вот так друзья на этом я с вами прощаюсь увидимся вскоре всем доброго пока работаю как лошадь бегаю хлопачу выпрашиваю выспрашиваю упрашиваю очаровываю уступ кр président